Кыргызстанская предпринимательница и дизайнер Нурза Джинбек-Кзы поделилась своим опытом успеха на форуме женщин-предпринимательниц в Бишкеке. Она является основательницей компании, специализирующейся на создании одежды и произведений искусства из натуральных материалов, таких как войлок, шелк и шерсть. Призываю тоже всех творческих женщин, которые хотят открыть свой бизнес или уже открыли, или являются новыми стартаперами, чтобы они всегда прямо одержались за свои цели и достигали самых наилучших результатов. Форум собрал женщин-предпринимателей для проведения мастер-классов и тренингов, направленных на развитие их бизнеса. Энура Саганбаева, посол Всемирного дня женского предпринимательства, выразила уверенность в потенциале кыргызстанских женщин, подчеркнув, что их инновационные идеи способны улучшить благосостояние страны. Я очень рада, что госорганы и такие организации, как Курак, мы вместе в партнерстве реализуем все намеченные планы. И я уверена, что мы сможем к 26-му году показать нашему населению не только цифры, а реальное изменение наших семей, ситуацию с нашими детьми, с нашими школами, с нашими больницами. Потому что женщина 90% своего дохода тратит на образование и на медицину, в отличие от наших уважаемых мужчин. Поэтому женское предпринимательство – это не только гендер, это больше экономическая составляющая. Поэтому заинтересованы должны быть все – партнеры по развитию, бизнес-ассоциации, сами женщины, ну и, конечно же, само государство – принять программу и успешно ее реализовать. Постоянный представитель программы развития ООН в Кыргызстане Александра Соловьева подчеркнула значимость программ, ориентированных на расширение возможностей женщин в сфере предпринимательства. За последние три года через программы про ООН было поддержано более 3,5 тысяч женщин-предпринимательниц и создано более 550 рабочих мест для женщин в сельской местности по всей стране. Целый ряд наших проектов и программ поддерживает женщин-предпринимательниц. Почему? Потому что, конечно же, это важный источник экономического роста и гендерного равенства. Женщины вносят значительный вклад в развитие регионов, экономики, образования, борьбу с изменением климата, целый ряд областей. И, конечно же, это как зеленая, так и инклюзивная экономика, где работают женщины. Вот сегодня мы видим на выставке огромное количество замечательных товаров и такие современные дизайны, конечно же, найдут спрос. Развитие женского предпринимательства является одним из наиболее эффективных способов преодоления бедности и продвижения устойчивого социально-экономического развития сообществ. Именно на этом форуме женщины коммуницируют, находят потенциальных партнеров, потенциальных клиентов и узнают больше о донорских проектах, которые поддерживают женщин-предпринимателей в рамках программы, которая была как раз-таки подписана Министерством экономики совместно с Курак. Курак адвокатировал эту программу, программу по развитию и поддержке женского предпринимательства. Отметим, что форум был организован в рамках празднования Всемирного дня женского предпринимательства, посвященной поддержке и развитию предпринимательства среди женщин.